Саммит НАТО, Трамп против всех Редакционная статья Лавангвардия, Испания 12 июля 2018 года На завтраке с генеральным секретарем Альянсом Сталтенбергом Трамп, не стесняясь в выражениях, заявил, что Германия является заложницей России, и очень печально, что она тратит миллиарды на закупку российской нефти и газа, в то время как США тратит миллиарды на то, чтобы защитить ее от России Несколькими часами позже Трамп изменил тональность после двусторонней беседы с Ангелой Меркель, заявив о том, что между ними хорошие отношения, хотя до этого канцлер напомнила ему, что Германия – независимая страна, которая сама принимает решения Макрон, который также провел переговоры с Трампом, не согласился с утверждением о том, что Германия является заложницей России Ожидали и даже, по сути дела, опасались, что на саммите НАТО Трампа брушится с критикой на своих европейских партнеров, которых он обвиняет в недостаточном финансировании оборонных нужд В своей привычной грубоватой и популистской манере он обвинил Германию, крупнейшую экономическую державу Евросоюза, в том, что она выделяет на военные нужды лишь один процент своего ВВП Это удар по трансатлантическому единству, но Трампа, похоже, это мало беспокоит Вашингтон даже пригрозил сократить количество американских войск в Германии, если она не увеличит расходы на оборону В действительности Германия увеличила расходы, хотя и не в такой степени, в какой требует Трамп Различные дипломатические ведомства опасаются, что Трамп придет к соглашению с Путиным в области безопасности, в частности, о выводе воинских контингентов из прибалтийских стран Трамп заявил, что разговаривать с Путиным ему проще, чем с союзниками по НАТО Предстоящая встреча лидеров России и США обсуждалась в ходе вчерашнего ужина Но все же главный вопрос нынешнего саммита – финансовый В 2014 году страны НАТО приняли в Кардиффе обязательство к 2024 году выделять на оборону 2% ВВП Но это вряд ли произойдет В этом году лишь 8 стран выполнят это обязательство Трамп чувствует себя обманутым и отчасти прав, но только отчасти Поскольку в Уэльсе была достигнута договоренность о том, чтобы покончить с сокращением расходов на оборону в соответствии с экономическим положением каждой страны То есть, политическая установка в политическом контексте, но не обязательное юридическое условие Хотя все страны предпринимают усилия по его выполнению, каждая – в меру своих возможностей Трамп назвал своих европейских партнеров неплательщиками, за которых вынуждены платить США Вчера он даже предложил увеличить расходы уже не до 2% ВВП, а до 4% Другие члены Альянса в связи с этим напомнили об обязательстве увеличить расходы, а также разделять затраты и ответственность Расхождения остаются Посмотрим на реакцию Трампа